Ребят, привет! С вами, как всегда, JumboMax, и как вы уже догадались, мы в этом видео затронем тему эксклюзивов. Если вы вдруг будете согласны с моей позицией, то не постесняйтесь прожать лайк на это видео, подписаться на канал, если вы этого еще не сделали, и давайте начнем. Тема эксклюзива всегда была острой, поскольку эксклюзив в сфере видеоигр это то, что выходит либо на некоторые платформы, и в случае PlayStation это то, что выходит чаще всего только на одну платформу. Сразу предупреждаю, что с недавней ситуация у меня реально забомбила, и поэтому, в принципе, я и записываю этот видос. Ситуация следующая. Скоро выходит игра про Мстителей. Она выйдет на все платформы, я ее очень жду, поскольку мне нравится вся эта хрень, связанная с Марвелом, с супергероями. Да, игра по предварительной оценке многим не понравилась, критики ее застрали, поскольку она скучная, но, повторяюсь, я ее жду, и как бы мне пофигу, что кому не нравится, поскольку у меня есть свое мнение. В игре будет сюжетка, будет онлайн-составляющая, где вы с друзьями можете побегать вместе за супергероев, но самое главное и прикольное это то, что это игра-сервис, которая будет с каждым разом обновляться и получать дополнительный контент, и в том числе новых героев. За этой игрой я активно слежу, собираюсь участвовать во всех бета-тестированиях, и на днях я узнал, что Человек-паук также добавится в эту игру, только он будет эксклюзивным героем только для PlayStation. Ну, от этого у меня и сгорело, да. Если что, это не единственная новость, связанная с эксклюзивами, поэтому смотрите ролик до конца. И да, если вы вдруг тоже недовольны данным событием и хотели бы, чтобы Человек-паук появился в этой игре на всех платформах, то заспамьте этот коммент в комментариях, прям вот, прям дофига его напишите. Да, мне очень нравится этот персонаж, и от этой новости у меня реально сгорел паукан. И, кстати, не у меня одного. А знаете, мы за все это время, в принципе, уже привыкли, что есть эксклюзивы, есть проекты, которые выходят только на некоторые платформы, есть временные эксклюзивы. Но знаете, лично я уже отвык от тех времен, когда в игре появляется эксклюзивный контент, и он остается только на этой платформе. Если кто-то не знал, то такая тема была во времена Xbox 360 и PlayStation 3. И, насколько я помню, в первой игре про Бэтмена из серии Arkham у PlayStation 3 тоже был дополнительный эксклюзивный контент в виде игры за Джокера. Были еще какие-то игры, которые содержат что-то дополнительное, эксклюзивное. Если, кстати, помните такие игры, напишите их в комментарии. И знаете, походу это возвращается. Я прекрасно понимаю, что таким образом компании делают бабло, но, блин, как по мне, данная ситуация с Человеком-пауком – это реальное ущемление игроков ПК и Xbox. На Reddit ребята тоже негодуют, поскольку они также считают, что это нечестно. Начиная с того, что Человек-паук – это всеми любимый персонаж. Да, все уже смирились, что Sony имеет на него права и распоряжается им как хочет. Все уже давным-давно смирились, что есть эксклюзивная игра, которая выходит только на PlayStation. Но, Sony, зачем отбирать данного персонажа с общей игры? Хер ли вы такие жадные? Еще знаете, чтоб еще больше бабла заработать, сделайте, чтоб PlayStation работала только на телеках Sony. Ну, что за бред? Понимаете, на Reddit собирается уже бойкотировать эту игру на Xbox, поскольку есть позиции, которые я, кстати, очень сильно разделяю. По мнению ребят, здесь нечестно то, что все игру покупают за один ценник. И в случае тех, кто купил эту игру на Xbox и ПК, они, по сути, себя ограничивают в контенте. Они не получают полный контент данной игры, и в этом, в принципе, нечестность. И здесь реальный вопрос простого потребителя. Почему я должен платить за общую игру 60 баксов, как и все, но почему-то я не должен получать за Человека-паука? Знаете, со стороны может это реально показаться по-детски, что какой-то челик там бомбит, потому что Человек-паука не завезли на Xbox. Но так он и есть, реально бомбит, и я хотел бы, чтобы данный персонаж появился в этой игре. Еще раз повторяю, что я не против эксклюзива в общем. Но, блин, ребят, здесь в этой игре, по сути, убирает самый сочный контент, поскольку, ну, кто не захочет поиграть за Человека-паука? И считайте, в данной ситуации нас реально заставляет ради Человека-паука, ну, если вы, конечно, хотите поиграть в него, покупать целую консоль и игру на нее, чтобы у вас был данный персонаж. Но у меня реально горит. Как вы все знаете, я всегда играю на Хуане, поскольку меня в нем все устраивает, у меня есть там друзья, у меня есть своя библиотека игр, и я не хочу переходить на другую платформу. В данном случае я могу себе позволить купить PlayStation 4 и эту игру, чтобы получить данного Человека-паука, но насколько это, сука, наглый и бредовый ход. Понимаете, если я это сделаю, то, по сути, я буду играть на консоли, которая мне не очень нравится, в которой у меня не будет друзей, у меня не будет каких-то других игр, но зато у меня будет Человек-паук. Офигеть. Знаете, вспоминая в данной ситуации Майков, я хочу им отдать респект за то, что они против этой темы. Мол, игроки сами разберутся, где играть, поскольку Майки понимают, что если бы не эксклюзивно вот такие вот ходы, то, в принципе, многие бы пришли на Xbox и были бы счастливы, поскольку там немножко удобнее геймпад, ну, опять же, это немножко объективно, и всякие подписки и тому подобное. Sony же в этом плане просто всеми силами заставляет себя купить, и, в принципе, это у них неплохо получается, за это им тоже респект, в принципе. Еще раз делаю акцент на то, что, простительно, временная эксклюзивность, эксклюзивность на франшизе, которая сделана твоей студии, ну, господи, это персонаж с общей игры, ну, ну, как так можно? Просто, знаете, немножко обидно, что Sony ради бабла может лишить огромную массу игроков контента в общей игре, ну, как по мне, это, блин, ну, обидно. И, коль пошла такая пьянка с эксклюзивами, в сети появилась новость о том, что Sony подписал соглашение на какие-то просто бомбовые эксклюзивы, и они всех шокируют. И, почему-то, у многих сложилось такое впечатление, что это будет временная эксклюзивность GTA 6. Твою мать! Как по мне, это вряд ли может быть, но, опять же, это нужно держать в голове, поскольку, если заплатить бабок, то, возможно, все. Поговорят, что в новом поколении снова заговорят об эксклюзивах, и самое страшное то, что многие говорят, что у PlayStation очень много сделок со сторонними студиями, что очень будет много временных эксклюзивов, и будет вот такой дополнительный контент в виде Человека-паука, и он также будет эксклюзивный. Также слухи ходят, что Sony предлагала очень большие деньги многим студиям, и, в принципе, майки даже не вступали в гонку, поскольку они думали, что это неразумно. И, знаете, данный ход от Sony очень похож на ход майков, когда они скупали студии под свое крыло. Только, знаете, вот этот шаг, он почему-то, мне кажется, что будет немного значительней для игроков. Прямо намного значительнее. Просто представьте на минуту, если GTA 6 реально получит временную эксклюзивность хотя бы на полгода. Как по мне, это будет, ну, реально круто для обладателей PlayStation. Или представьте, что в некоторых играх теперь обладатели Xbox и ПК будут получать неполный контент игры. Ну, как в случае с Мстителями. И, честно, капец, как бесит данная ситуация, поскольку она не дает тебе права выбора. Да, как бы выбор у тебя есть, что покупать, что не покупать, но в случае, если выбор идет не в сторону PlayStation, то ты себя в чем-то ограничиваешь. К сожалению. Знаете, в последнее время реально бесят поступки Sony, что Человек-паук, что Call of Duty в нашей стране, если что Call of Duty, ну, новая, недоступна на нашей территории. Что замена игры по PlayStation Plus, опять же, связь Call of Duty нашей страны. И, знаете, фигово то, что, в принципе, это будет продолжаться, поскольку основной массе, ну, это пофиг. Я же в этой ситуации, наверное, присоединюсь к ребятам из Reddit и поучаствую в бойкоте в этой игре после бета-тестирования. Ну, поскольку я реально хочу, чтобы Человек-паук был на всех платформах. Если же на эту ситуацию смотреть с точки зрения бизнеса, то Sony молодцы. Реально, потому что они рубят бабло. И тут, как бы, на войне, как на войне, все средства хороши. И, знаете, что-то у меня такое подозрение, что если у PlayStation действительно будет много бомбовых временных эксклюзивов, если будет какой-то дополнительный контент, как в случае Человека-паука с Мстителями, то, несмотря на свой для многих провальный дизайн PlayStation 5, на свой недостаток мощи по сравнению с Xbox Series X, ну, если что, Xbox Series X по трехлопцам мощнее, чем PlayStation 5, данная консоль, скорее всего, будет, опять же, привлекать тем, что недоступно на других платформах. И в этом случае, по сути, либо временно, либо эксклюзивный контент. Как говорится, закрытый плот, он всегда сладок, поэтому, возможно, многие склонятся, опять же, к PlayStation. Если что, кроме Человека-паука, это все слухи, обсуждения, поэтому не принимайте близко к сердцу. По сути, до конца августа вроде как нам обо всем должны рассказать, поэтому просто ждем. Лично мне очень интересно за всем этим наблюдать, но, честно, я не хочу переходить на PlayStation, поскольку у меня просто не лежит душа к ней. Короче, следим за событиями и смотрим, что будет дальше. Обязательно пишите свое мнение в комментариях, и если вам понравилась моя позиция, понравился видеоролик, то поставьте лайк, подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали, и большое спасибо за просмотр. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok